Компания «Стройматериалы» в числе первых участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» внедрили лучшие практики бережливого производства, управления персоналом, менеджмента качества. А во время пандемии вышли на новый актуальный проект «Наставничество в производстве». Его особенность – метод четырёхэтапного инструктажа. Здесь ключевые моменты, как её ставить. Очень важно. Поставишь по-другому, значит, не зажмёт, лента выскочит. Значит, обязательно уголок сверху, щель от тебя. Наставник рассказывает порядок действий без лишних слов. Демонстрирует четыре раза, останавливаясь на ключевых моментах и объясняет, почему важно делать именно так. Ученик четыре раза повторяет в такой же последовательности, пока не отработает всё до автоматизма. Благодаря чётко выстроенному плану инструктажа компания начала готовить новых сотрудников вдвое быстрее и с гарантированным результатом. Самое важное, что человек быстро, правильно, качественно начинает работать. Для нас это важно, потому что текучесть кадров какая-то есть, люди приходят новые, и нам нужно их подготовить быстро. В цехе силикатного кирпича сегодня шесть наставников. Но работают они не только с новыми сотрудниками. Ещё одна задача проекта – обучить смежным направлениям своих коллег. В проектном офисе классифицировали их профессиональные навыки, чтобы понять, какими операциями они должны владеть. И речь не только о специалистах на производственной площадке, но и об административных работниках. Все должны иметь несколько компетенций. У нас чаще всего на предприятиях существует проблема узкой специализации. Когда один умеет только начислять зарплату, другой умеет только график отпусков ввести, например, или выписывать документы какие-то. И вот когда человек заболевает, уходит в отпуск, замены нет, и вот это бьёт по следующим процессам, уже это по всей системе у нас бьёт. И вот как раз для этого, опять же, этот метод очень важен, для того, чтобы была сбалансированная загрузка персонала. Взаимозаменяемость – залог гибкого управления. Сегодня это необходимо. Сейчас такой кризисный момент в России, недостаток квалифицированных кадров. И поэтому мы решили, что вот эта система, это как раз для нас самый оптимальный выход. И мы надеемся, что мы по этой системе будем идти и дальше двигаться. Лучший вариант, и он, конечно, показывает свою работу. Участие в проекте поможет стать конкурентоспособнее, даже в период пандемии. Система наставничества нам в будущем даст и уже даёт, в принципе, это безопасность работы на производстве. Это даёт нам возможность получать более качественную продукцию и большее количество. Наше предприятие единственное из всех коллег, кто получает данный опыт, он для нас неоценив. Внедрение системы наставничества в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» начали с цеха силикатного кирпича. Но уже обучено 30 мастеров инструктажа, чтобы опыт компания продолжила внедрять повсеместно. Екатерина Ковалёва, Евгений Титов. Программа «Такой день» на Мире Белогорья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова